Сотрудники СБУ задержали Одессита за распространение антиукраинской пропаганды. Так, злоумышленник размещал в российских соцсетях призывы к насильственному изменению административно-территориального устройства Украины, который не популяризировал и террористические организации ОРДЛО. В мобильных телефонах задержанного правоохранителя нашли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое жителей города Южный жестоко избили и ограбили мужчину в местном супермаркете. Так, двое незнакомцев подошли к пострадавшему и начали его бить. Избиение не прекратилось даже тогда, когда тот потерял сознание и упал. После всего нападавшие забрали у него кошелек и документы. Полицейские быстро задержали подозреваемых. Ими оказались 34-х и 28-ми летние местные жители. Мы встали в очередь. Там нас пропустили, там как бы первый учет перед нами. Как раз мы успели пройти. И молодой человек сзади нас встал и говорит, их пропускаете, что меня не пропускаете. Когда борон пошел, как бы Игорь его взял. Я его оттопнул, Игорь взял и через себя кинул. Когда они начали двоем, там упал у него этот партнер. За указанным фактом распечатано досудовое расследование за частиной 2 ст. 187 КК Украины. Особие затримания в порядке ст. 208 ст. КК Украины. Это находится в изоляторе темчасового утримания. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Сотрудники СБУ и прокуратуры задержали помощника судьи одного из районов Одесской области. Тот систематически вымогал и получал взятки от местных жителей. За деньги затягивал принятие решений по административным правонарушениям, пока не стечет срок давности. При получении очередного вознаграждения в размере 19 тысяч гривен мужчину задержали. Начато уголовное производство и решается вопрос об избрании меры пресечения. Коррупционеру грозит от 8 до 12 лет. Тюрьмы с лишением права занимать определенные должности. Во время Снекобада все службы сработали на отлично. Об этом заявил председатель Одесского ОГА Максим Степанов во время годового отчета ГСЧС. Речь идет о снежных заносах в конце января в Одесской области. Тогда были обесточены большинство районов. Какие-то выставки нужно делать и еще подселивать те или иные вещи, которые просто... Например, тот же мобильный связок. Мы с вами четко понимаем, что операторы должны обеспечить резервное джерело живления для того, чтобы он был на нормальном уровне. Напомню, в конце января снегопад парализовал дороги области и оставил без электричества и мобильной связи сотни населенных пунктов. Ну и к другим новостям. Ряды патрульных Одессы пополнились. Сегодня приняли присягу 20 человек. 15 парней и 5 девушек. Руководство патрульной полиции утверждает, конкурс был нелегким. На одно место претендовали 5 человек. Я убеждена, что основа каждого общества – это закон. Поэтому я выбрала профессию, которая непосредственно связана с его защитой. Я хочу, чтобы мой сын рос в безопасном и цивилизованном обществе. Я хочу, чтобы каждый человек осознавал, что закон осознавал не только непосредственно действия закона, но и его защиту. После присяги новичков распределят на патрулирование районов города. Пока это вся информация. Больше новостей смотрите уже в следующем выпуске в 16.00. Далее прямой эфир 7 канала продолжит день на 7-м с Татьяной Милимко. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова